Число-сочетание, дроби, разложение тропеды простейшие, конечные разности, произволы, степенные ряды и еще много-много всего интересного. И все это в одной задаче. Впервые это придумал Николай Борисович Васильев. Он со авторским гутмахером, они тогда подписывались по контентам, в журнале «Квант» аппликовал совершенно замечательную статью. Она называлась так. Число-сочетание, многочлены, последовательность, несколько подходов к одной задаче. Действительно выяснилось, что в одной задаче сходится несколько, причем очень интересных математических тем. Несколько лет назад я читал, потому что я сейчас как раз переводил на английский язык, а по-латыни я читать не умею, читал переведенную статью Эйлера, как раз совсем недавно, и вдруг выяснилось, что у Эйлера эта задача уже была. То есть Васильев думал, что он придумал совершенно замечательную задачу, несколько подходов к ней. Выяснилось, что еще два подхода уже знал Леонард Эйлера. Стараюсь сегодня и об этом тоже рассказать. Сегодня часть информации будет от Эйлера, часть от Васильева. Давайте я начну с Васильева. Триугольник поставленный. Устроен очень просто единица. 1,1, 1,2,1. Я не буду объяснять, что это такое, считаю, что все это уже и так знают. Каждое число сумма, расположенных, сумма расположенных 1 с левой стороны. Так вот, наверное, Вы знаете, что если поставить здесь вот такие знаки, то ответ 0. Это очень легко объяснить. Дело в том, что так называемая формула Леонард Эйлера дает следующее. х плюс 1 четвертый средний. Это как раз х четвертый плюс 4х в кубе. Что там дальше? Плюс 6х в квадрате плюс 4х и плюс 1. Если Вы сюда подставите качество х минус единицу, то обнаружите 1 минус 4 плюс 6 минус 4 плюс 1. Это 0 в четвертой степени. Доказать это соотношение можно, разумеется, без всякого венома Ньютона. Потому что, когда Вы, скажем, пишите следующую строчку, то смотрите, можно написать здесь 1. Здесь написать 1 плюс 5, здесь 5 плюс 10, здесь 10 плюс 10, 10 плюс 5, 5 плюс 1 и 1. И смотрите, когда мы пойдем ставить минус и плюс, то обнаружится следующее замечательное обстоятельство. Когда Вы расстроите скобки, то единицы будут 1 минус 1, пятерка с минусом, пятерка с плюсом, десятка с плюсом, с минусом, десятка с плюсом, с минусом, пятерка с минусом, сейчас, нет, здесь должен быть плюс, нет, неправильно написано, а здесь минус. Наоборот. Так, я плюс, под второй десяткой. Так, минус, плюс, минус, а, вот, вот, я здесь, я здесь ошибся. Я здесь ошибся. Плюс, минус, а здесь плюс. О, теперь правильно. Значит, пятерка с плюсом, пятерка с минусом, единица с минусом, единица с плюсом. Но в любом случае так. Это корреспечивание. Это правильно. Так, вот, я сейчас хочу рассказать усиление этого факта. Оказывается, что с той же самой строчкой, вот давайте возьмем, возьмем, например, четвертую строчку, я просто боюсь уж слишком большой номер, чтобы не было больших вычислений, возьмем четвертую строчку и напишем следующие равенства. 1 минус 4 плюс 6 минус 4 плюс 1 это нуль. Отлично. Дальше. Вы понимаете, что вот это вот, это число сочетания из 4 по нулю. Это число сочетания из 4 по единице, это из 4 по 2, это из 4 по 3, а это из 4 по 4. Так вот. Я сейчас, смотрите, что сделаю. Напишу следующую строчку, такую. Единица умножается на 0. Из этого вычитается четверка, умноженная на единицу, к этому прибавляется 6 и 2, вычитается 4х3, и прибавляется единица, умноженная на 4. Откуда я беру эти числа? 0, 1, 2, 3, 4. А вот отсюда. Так, потом посчитаем, сколько будет. Дальше. Единица умножить на 0 в квадрате, минус 4 умножить на 1 в квадрате, 6 умножить на 2 в квадрате, 4 умножается на 3 в квадрате, 1 умножается на 4 в квадрате. Так, ну, давайте я думаю, что-то посчитаем. Минус 4 плюс 12, это будет 8, минус 12 и плюс 4, это 0. Так, минус 4 плюс 24, это будет 20, минус 36, минус 16 плюс 16, это будет 0. Какое-то интересное. Давайте напишем, 0 в квадрате, 4 умножить на 1 в квадрате, 6 умножить на 2 в квадрате, так, 4 умножить на 3 в квадрате, 1 умножить на 4 в квадрате. Считаем. Минус 4, 2 в квадрате, плюс 48, это будет 44, 3 в квадрате 27, 27 умножить на 4, это сколько? Это 80, это 108, да? 44 минус 108, это минус 64, и плюс 64, это опять 0. Вы понимаете, что все время порно получается 0. Вне зависимости от того, какой я беру показатель степени. Ну хорошо, я тебе помню. 1 умножается на 0 в четвертой степени, 4 на 1 в четвертой, 6 на 2 в четвертой, 4 на 3 в четвертой, и 1 на 4 в четвертой. Ребята, вы извините, здесь уже буду считать так. Я запишу все-таки. Минус 4, плюс, так, 2 в четвертой, это 16, плюс 96, здесь у нас будет 81 умножить на 4, это минус 324, и плюс 4 в четвертой степени, это, насколько я понимаю, 256, да? 64 на 4, 256. Хорошо. Минус 328, ой, впервые получаете интересный ответ. Минус 328, 96 и 256, это сколько? Это 352, правильно? Плюс 352. Какой получился ответ? А вот вначале первое прочитание на ноль. Что я прочитал неправильно? 1 умножить на ноль и в четвертой степени. А, то есть 0 в четвертой степени, это будет сколько положено? А, ой, извините, я не пытался смотрел. Ребята, это очень важно. Вот это очень важно. Вот здание университета, малого кармата, очевидно, это Владимир Четвертый степень, да? значит, ребята, смотрите, вот Путин перестанет быть президентом, пройдет несколько лет, и вы никому не объясните, что, а это, это меня тогда так учили. Вам жизнь придется жить самим, вам придется отвечать за себя. Поэтому все эти ваши слова, а мне в школе не задавали, это все в руку, ребята. вы в ответе за свою жизнь. Никакие слова, что, а там где-то, кто-то там, министр у него был такой, который не подумал, глупость это все. То, что 0 в четвертой, 0, должны знать вы. Понимаете? Об этом должны позаботиться вы. Итак, все-таки, минус 328, плюс 352, сколько? 24. 24. Это 24. Значит, я, конечно, хочу продолжить это число. Дело в том, что все-таки число 24, между прочим, оно не случайное. И мне очень интересно узнать, что же это такое. я хочу продолжить даже для 5. Давайте не побоимся. Единица умножить на 0 в пятой степени, минус 4 на 1 в пятой, плюс 6 на 2 в пятой, минус 4 на 3 в пятой, плюс 1 на 4 в пятой. Не побоимся. Минус 4. Так, здесь у нас будет 6 умножить на 32. Это сколько? Это 192. Так, 6 умножить на 32. Дальше. Надо, на самом деле, вот это число умножить на 3. Минус 972. Ну и, естественно, плюс 1024. Давайте считать. 1024 минус 972. Это то же самое, что 28 плюс 24. То есть это 52. Вот это вот 52 минус 4, это 48. 48 и 192, это, господа, 240. Как интересно. Поскольку я заранее знаю ответ, я вам напишу, что это 24 умножить на 10. Единственное, непонятно, а что такое? 10. Для вас это не конец. Для вас это некоторая тайна. если не боятся посчитать для от 6 степенения, там ответ получится тоже интересный. На 100. А? На 100 можно на 100. Нет, не совсем на 100. Это не совсем на 100. У меня... О, в общем, я потом скажу, что здесь, на самом деле, зачисла. а сейчас я должен вам объяснить, я сейчас должен вам объяснить хотя бы, что такое 24. Или, может быть, вы сами уже догадались. 64. А? 64. Что, что? Я ничего. Что такое 24? Да, ничего. Ну, хорошо. Если не понимаете, тогда давайте сделать так. Возьмем точку, не четвертую, а третью. Там считать, разумеется, гораздо легче. И аналогичное вычисление проведем для нее. Только сразу возьмем до третьей степени. Значит, смотрите. Единица умножить на 0 в кубе. Минус 3 умножить на 1 в кубе. Плюс 3 умножить на 2 в кубе. И минус 1 умножить на 3 в кубе. Давайте проверим, сколько это будет. Минус 3. Так, 8 умножить на 3. Это плюс 24. И минус 27. Сколько будет? 0. Ну, не совсем. 6? 0. Минус 6. Минус. Будет, конечно, минус 6. Все равно догадались? Что такое 6 и что такое 24? Минус 6, значит 4. Понятно. Ну что ж, тогда давайте возьмем до двойки. 1 умножить на 0 в квадрате минус 2 умножить на 1 в квадрате плюс 1 умножить на 2 в квадрате. Так, это будет минус 2 плюс 4. Это будет 2. 2 минус 6. 24. Вот догадайтесь, что будет, когда для пятой строчки я буду считать аналогичное выражение. Что будет? Что? 240. Нет, не 240. 50. А? 50. Минус сколько? Минус 120. Будет действительно минус 120. А это что за число? Бактериалка, значит. Это называется? Бактериалка. Значит, ребята, я напишу сейчас главную формулу, которая у нас сегодня будет с вами пожертвована. Формула такая. Когда берешь число сочетания из n по 0, число сочетания из n по 1, число сочетания из n по 2 и так далее, и так далее, и так далее. Наконец, число сочетания из n по n. Когда эти числа между собой соединяешь такими знаками, единственный вопрос, какой знак здесь? Есть ответ минус 1 в степне, то есть минус, если здесь нечетное число, и плюс, если и четное. Так вот, оказывается, что если каждая из них умножить на какую-то степень вот этого вот числа, которая стоит внизу, оказывается, что ответ будет такой. Ноль, если k меньше, чем n, и минус 1 в степени n умножим на n фр. Если k равняется n. Вот такую теорему мы с вами сегодня закажем. Но прежде чем доказывать это утверждение, давайте я вспомню великого ученого Геннадо Эйли. Я сейчас, только, ребята, категорически настаиваю, что этот треугольник у вас должен степень, потому что у меня доска не позволяет его оставить, а это нам все действительно нужно. Значит, господа, я сейчас расскажу задачу, которую он в свое время придумал, задача о дровях. Удивительно, простая, вот видите, симпатичная, чисто школьная задача. И мы посмотрим, что, давайте, удивимся, обрадуемся этой задачей, А потом вернемся к тому, что для чиселсочетаний отдела Васильев. Ребята, я сейчас напишу несколько чисел, например, такие. Ноль, один, три и пять. На самом деле, я здесь могу написать любые четыре разных числа. Принцип образования дробей будет у меня сегодня все время один и тот же. Если чисел четыре, то дробей будет четыре штуки. Равняться будет практически всегда нулю. Поэтому я так смело пишу, что это у меня будет нулю. А теперь смотрите, что это будут за дроби. Знаменатели 0-1, 0-3, 0-5. Здесь знаменатели 1-0, 1-3, 1-5. Здесь 3-0, 3-1, 3-5. И мы уже догадались. 5 минус 0, 5 минус 1 и 5 минус 3. Знаки везде будут стоять плюсы. Примеров будет несколько. В первом примере везде будут в числителях стоять единицы. В следующем примере. Так, ребята, это единственное, я вам все-таки не электронная машина, поэтому переписывать такие штуки мне не хочется. Давайте вы сразу посчитаем. Минус 1 умножить на минус 3 это сколько? Это 3 умножить на минус 3 это будет? 5. А? 5. Что же мне сказать? Что же мне сказать? Будет минус 1,15, правильно? Минус и в знаменателе 15. Здесь у меня будет 1 минус 2, это будет определенно так. Минус 4. Значит, здесь будет 8. Дальше, 3 умножить на 2 это 6 на минус 2. Это будет минус от знаменателя 12. Здесь 5 умножить на 4. 20 умножить на 2 это 40. Здесь будет в знаменателе 40. Так вот, господа, здесь будут такие числители. 0, 1, 3 и 5. Пожалуйста, не сочтите знаменателю. Посчитайте. Посчитайте. Следующее выражение будет. Минус 0 в квадрате разделить на 15, плюс 1 в квадрате разделить на 8, минус 9 в 12 и плюс 25 в 40. И я на этом не остановлюсь. Опять считаю, что у вас всех осталось. И продолжу с дробями, потому что, между прочим, Эйлер сделал больше, чем вот этого должностного. Его замечание о дробях более даже интересное и более сильное. Значит, итак, 0 в кубе разделить на 15. Я просто так, я про форму пишу, конечно, на самом деле это совершенно неинтересно, что там в кубе 0 или в квадрате. Но, тем не менее, значит, 3 в кубе разделить на 12, 125 в 40, так, не 125, вот, дальше 0 в 4 разделить на 15. Пожалуйста, быстрее считайте. Я не буду сейчас давай считать. Значит, это все, естественно, надо привести к общему знаменателю. Естественно, надо привести к общему знаменателю. Тут 0 в 5 разделить на 15, 1 в 5 разделить на 8, 3 в 5 и 5 в 5. Так, ну что, какой здесь ответ? 0. 0. 0, молодцы. Здесь? 0. Здесь 0. 0. На самом деле, правда, 0. 0. Здесь действительно 0. А здесь? 0. 0. 0. Нет, я все-таки боюсь, что вы говорите 0 просто так. Поэтому давайте, я все-таки посчитаю. Здесь уже нужно так. Общий знаменателю. Какое наименьшее число, которое делится и на 8, и на 12, и на 40? Да? 120. Согласен. Значит, разумно считать в 120. Хорошо. 129 на 8, это 15, поэтому здесь 16. Дальше. 3 в кубе это 27, поэтому будет минус 270. 270, и 5 в кубе это 125, 125 умножить на 3, это сколько? 375. 375, да? Ух ты, как интересно. 375, и 15, это 390, минус 270, сколько будет? Будет 1. Вы ожидали? Нет. Да? Не ожидали? Хорошо. Так, теперь здесь 120, считаем. По-прежнему 15. Здесь будет в 3 раза больше. Это будет у нас с вами 810, а здесь будет в 5 раз больше. Это, так, умножаю, 5, 5, 18. Как интересно. 15 и 14755, это 1870, минус 810. 1860, это, господа, будет 1060 разделить на 120. Так, 106 кто-нибудь умеет? То есть по-моему я ошибся. 1880. Что? 1880. Чего-чего-чего? 1880? А, здесь я был не прав. 17 салават. Да. А, я ж двойку не перенес. Да. Спасибо вам большое. Да, 1880. Ух ты. Так, 108 на 12 делить гораздо удобнее. Это будет сколько? Это будет 9. Это будет 9. Ребята, а что такое 9? Квадрат 3. Квадрат 3, это хорошо. Мне нужно, чтобы число 9 выражалось через вот эти числа. Сумма. Молодец, сумма. На самом деле у меня здесь получилось не 9, а у меня получился 0 плюс 1 плюс 3 плюс 5. А помните по секрету, когда там были как-то реалы? Там в каком-то месте получилось 240, и я вам сказал, что это 24 умножить на 10. Помните? Вот я расскажу. 10, это 1 плюс 2 плюс 34. Поняли? Это сумма числа от одного до четырех. Хорошо? Я уходил. Я здесь считаю. 10, 120, 15, встал еще в три раза больше, 2430. Здесь умножается на 5. Значит, 5. Я уже опытный, я понимаю, что здесь будет 75. 35, тройка перенеслась, и 90 будет 9,375. Отлично. Прибавляю 15, получаю 9,390. 9,390 минус 2430. Так, ужасно интересно. 0,6. Здесь у меня будет 9, и здесь у меня будет 6. Так, осталось мелочи. 696 надо разделить на 12. Так, это будет 50 и 96. 6 разделить на 12, 58. 50 и 58. Нет, я просто напишу. Я, конечно, напишу, что это 58, но мне намного интереснее, если вы увидите, что это число. Сумма квадратов, наверное, нет. Что? Сумма квадратов? Сумма квадратов, думаете? Ну, я лишь могу посчитать сумму квадратов. 1 плюс 9 плюс 25, это 35. Что? Ой, святой. Это действительно 0 в квадрате плюс 1 в квадрате плюс 3 в квадрате плюс 5 в квадрате. Только этого не хватает. Нам надо еще что-то. Семьферой. Нет, святой. На самом деле, нам нужно еще 1. 0 в углу на 1. 0 в углу на 3. 0 в углу на 5. Вот этих слагаев нам не хватает. Еще какие слагаев нам нужно? 1 на 3. 1 на 5. 3 на 6. Давайте посчитаем. 1, 9 и 25. Это уже 35. Это все 0. 35 в 3, сколько? 38 и 5 в 15, как раз 58. У нас получаются мотивительно симпатичные ответы. Оказывается, если берешь, только вы не думайте, что эти числа чем-то таким особо выделяются. Если берешь любые 4 числа и образуешь такие вот дроби, то сначала будут нули, потом получается единица, потом сумма всех чисел, а потом сумма квадратов плюс сумма аппаратных произведений. И оказывается, что так будет всегда. И оказывается, что так будет всегда. Не только для 4 чисел, но и для любого количества собраний. Я, разумеется, сейчас должен доказать этот факт, потому что, согласитесь, что неожиданно. Правда? Потом надо будет понять, какое отношение имеют эти самые наши дроби к тому, с чего сегодняшнее занятие началось. Смотрите, давайте начну с случая не 4 чисел, а со случая 2 чисел. Это совсем просто. Значит, представьте себе, что у нас есть не 4, а 2 числа. А, а 2 числа. Тогда гораздо проще выглядят знаменатели и гораздо проще выглядят роли. 1, деленная на а минус b, плюс 1, деленная на b минус a. Это не так. Это действительно не так. Потому что числители одинаковые, а знаменатели противоположны за знаками. А, деленная на а минус b, плюс b, деленная на b минус a. Господа, смотрите. Это можно привести к общему знаменателю. А минус b. В числителе будет а минус b. И получится, разумеется, единица. Дальше. а квадрат, если мы поделим на а минус b, и прибавим к этому b квадрат зеленый на b. Если взяли всего 2 числа, а и b, то дробь, с которой мы имеем дело, становится очень простым. 1, делить на а минус b, плюс 1, делить на b минус a. А, делить на а минус b. А квадрат, минус b квадрат, делить на а минус b, это а. Между прочим, эта формула про квадраты и произведения тоже легко получается. У меня здесь не вполне хватает. Типа, вместо хватает? Я взгляну. А в кубе разделить на а минус b. Плюс b в кубе, деленное на b минус a. Это, господа, а квадрат минус b, деленное на а минус b. А это формула школы. А это формула, которую вы должны знать из школы. Разность кубов, это разность чисел, умноженная на сумму квадратов и их произведения. Таким образом, когда два числа, то все эти формулы мы действительно доказываем. Я, поскольку здесь много учеников, не старших классов, все-таки сделаю то же самое для открытия. Например, потому, что во многих учебниках те равенства, которые мы сейчас получим, есть и на них приятно посмотреть. Значит, смотрите. Что в знаменателе? a минус b, a минус c. Второй знаменателе. b минус a, b минус c. И третий знаменателе. c минус a, c минус b. Смотрим на числитель. В одном случае это единицы. В одном случае это единицы. В другом случае это будут a, b, c. Потом уже будут квадраты, потом вы и так далее. Значит, это квадраты. Я, разумеется, могу привести общему знаменателю. И сейчас все у меня замечательно получится. То есть, какой здесь общий знаменател? a минус b умножить на a минус c, умножить на b минус c. Смотрите. Здесь есть a минус b и a минус c. Значит, будет b минус c. Дальше. b минус a другого знака. Это надо не забыть. А b минус c такого же. Поэтому надо взять вот это с другим знаком. Значит, получается так. Надо c минус a. c минус a. И дальше здесь. c минус a другого знака. c минус b тоже. Поэтому, на самом деле, минус на минус дает плюс. И реально нужно прибавить a минус b. Прибавить a минус b. Господа, c уничтожается, a уничтожается, b уничтожается. Получается. Очень хорошо. Пойдемте разбираться со следующим выражением. Только единственное, ребята, давайте я не буду все это так подробно переписывать. А следующее выражение. Я сразу напишу, что будет получаться здесь. А здесь будет получаться так. a умножить на b минус c. Плюс b умножить на c минус a. Плюс c умножить на a минус b. Разделить на тот же самый знаменатель. Давайте я его обозначу. Муквей дельта. Вот все, что здесь где-то вблизи в трех словах. У меня будет обозначено одно место. Хорошо? Вот. А теперь открывайте скобки. a, b минус a, c. Здесь минус b, c. Здесь минус b, c. Значит, тоже видно, что 0. Так. А когда будут квадраты, то в знаменателе опять будет то же самое выражение. А здесь будет так. а квадрат умножить на b минус c, плюс b квадрат умножить на c минус a, плюс c квадрат умножить на a минус b. Вот. Вот. Замечательный образ. Если вы раскроете скобки у знаменателя, то обнаружите, что это как раз минус. Ну, не хочу сейчас налетать время. Так что для трех чисел тоже все будет хорошо. Теперь давайте подумаем, какое тождество будет, когда здесь убыток, и какое тождество будет, когда здесь четвертая степень. а плюс b плюс c умножить на d, где d это произведение вот этих вот скобок. А если напишешь здесь четвертая степень, то вместо этой скобки будет a квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат плюс b плюс ac плюс bc. Вот что мы с вами должны доказать. Согласитесь, здесь уже раскрывать скобки не хочется. Не хочется по той простой причине, что, конечно, это по-прежнему может, но, а главное, когда числа будет больше, то раскрывая, не раскрывая, понимаете, вы для каждого конкретного количества, конечно, можете, особенно если компьютер заставит эти скобки раскрывать, но общую теорему мы так никогда не докажем. Что же по этому поводу говорит великий Леонард Илья? Он говорит, что не надо раскрывать скобки. Надо просто, ребята, это очень важная вещь. В алгебре не обязательно действительно выполнять какие-то преобразования. Иногда можно посмотреть и понять структуру выражения. Так вот, Илья говорит, что выражение, которое у нас написано вот здесь вот, является антисимметрическим. И это очень важное понятие, которое мы с вами сегодня должны продеть в видео. Итак, антисимметрия. В некоторых книжках пишут косо-симметрическим. Это то же самое. Смысл такой. Илья говорит, что если какие-то две из букв А по Ц, переставишь между собой, то знак выражения изменится. Давайте я сейчас конкретно покажу это вот на этот пример. Вот, ребята, берем это выражение. Я сейчас докажу, что это выражение является антисимметрическим. Какие буквы мы будем переставлять? Можно А и В, можно А и Ц, можно В и Ц. Что вы хотите? Какие буквы? А. Что? А и В. А и В. Ладно, А и В. Значит, что я делаю? Я его переписываю. Там, где было А, я пишу В. Там, где было Б, я пишу А. Там, где было С, по-прежнему пишу Ц. Там, где С, пишу Ц. Там, где А, пишу В, там, где В, пишу А. Смотрите, что получилось. Смотрите, что у меня получилось. У меня вот это выражение перешло вот сюда, только вместо В минус С, С минус В. У меня вот это выражение перешло сюда, но А и С опять поменялись местами. И здесь у меня, что произошло, А и В тоже поменялись местами. Согласны? Согласны. Давайте сейчас поймем, что и в общем случае будет ровно такая же ситуация. Давайте я возьму для четырех букв. Что там будет? Четыре числа А, В, С, Д. А в какой-то там степени, деленное на А минус В, А минус С, А минус Д. Что здесь происходит? Не обязательно А и В. Давайте, например, поменяем местами А и С. Там, где было А, напишем С. Там, где было С, напишем А. Смотрите, что будет происходить. Если мы меняем между собой А и С, что происходит? Вот, смотрите, здесь у нас так. Интересно. Интересно, что у нас происходит, когда мы меняем между собой А и С. Я как-то даже не вижу. Что? Я не вижу. Дело в том, что, смотрите, вот здесь вот они, конечно, поменяются. Вот это вот А в катый и С в катый, безусловно, поменяются. Это понятно. Но меня очень сильно беспокоит вот какая штука, что вот это слагаемое, вот это слагаемое вообще не меняется. Потому что, смотрите, было В минус А и В минус С. Да? Вот, замечательно. Они взяли и поменялись. Ну, ладно, я его теперь помню. Значит, запомню. Вот это слагаемое не меняется. Дальше. Смотрим сюда. Хм, как интересно. Оно тоже не меняется. Странно. Я обещал, что выражение еще поменяет знак, а они упорно не хотят меняться. Хорошо. Смотрим сюда. Значит, когда здесь будет вместо А везде написано С, а вместо С будет написано А. Здесь будет С минус В. Так, давайте перемешу. Здесь будет С минус В. Дальше. Здесь у нас будет С минус А. Здесь будет С минус Д. Так, смотрим, здесь будет что? А минус С, А минус В и А минус Д. Давайте смотреть. Значит, числитель здесь будет у нас С в степени К. Числитель здесь у нас будет А в степени К. Вот интересно. Это выражение. Оно равно или не равно этому? Как ищите? А? Равно. Так, а это выражение? Это? Просто равно. Равно. Значит, если смотреть на дроби, то я буду правдить, что антисимметрично. Это выражение, вот именно так вот написано. Оно симметрическое. Оно выдерживает замену между собой в А и В. Кстати, это обстоятельство соответствует нашим ответам. Помните, какие у нас там были ответы? 0, 0, 0, 0. Потом единица. Потом что было? Сумма. Сумма всех чисел. Потом что было? Сумма квадратов. Сумма квадратов и оборотов произведения. Это выражение. Существует. Замечательно. А теперь вопрос. А почему я здесь говорил про антисимметр? Ответ. А потому что для любых нескольких чисел, для любых нескольких перемен, есть в высшей степени важное выражение. То самое, которое я обозначал с другими делами. Помните, что это такое? Это произведение вот таких вот слов. А минус В, А минус С, А минус Д. В, А минус С, В минус Д и С минус Д. Это для четырех чисел. Для трех чисел это будет А минус В умножить на А минус С умножить на В минус С. Ну и так далее. Это произведение всевозможных разностей, где из меньшего по номеру числа вычитают большее по номеру числа. Число. И вот это выражение действительно является антисимметрическим. Это очень легко понять. Если мы, например, меняем местами А и В, то посмотрите, здесь вот меняется знак в одном месте, а все остальные просто между собой меняют. А и вы поменяли, вот эти вот две штуки поменялись, вот эти вот поменялись, а это осталось прежним. Это самый важный, самый замечательный антисимметрический многочаянный. Произведение всевозможных попарных разностей. Из меньшего по номеру числа вычитаете большее по номеру. И это и будет общий знаменатель для всех наших дробей. Думаю, что для доказательства всех этих фактов нужно знать такую теорию. Другой антисимметрический многочаянный. Другой антисимметрический многочлен. Другой антисимметрический многочлен. Это дельта, умноженная на симметрический многочлен. Если у нас есть какое-то антисимметрическое выражение от букв А, Б, Ц, Д, то оно встроено следующим образом. Надо выписать вот этот многочлен и умножить его на симметрическую функцию от этой самой А, Б, Ц, Д. Значит, ребята, давайте эту теорему я докажу чуть-чуть позже. А сначала, предполагая, что мы ее знаем, давайте я объясню, как, исходя из этой теоремы, доказать все те равенства, которые нам сегодня были нужны. Значит, вот, смотрите, смотрите, у нас сегодня было такое выражение. А в кубе, деленное на А-БА-Ц, плюс В в кубе, деленное на В-АВ-Ц, было такое или нет? Плюс С в кубе, деленное на С-АВ-Ц, ну, не в кубе, не в кубе, а в квадрат, в кубе. Такое было? Да. Было. Так вот, смотрите, это симметрическая функция от А, Б, Ц. Я делаю следующую штуку. Я беру, привожу к общему знаменателю. Общий знаменателю, это будет А-Б умножить на А-Ц умножить на В-Ц. И говорю, что у меня на числителе получился антисимметрический многочинок. В данном случае вот так вот будет А-Ц умножить на В-Ц, минус В-Ц, так, то есть В-А будет с минусом, В-Ц умножить на А-Ц, плюс С-Ц, так, С-А поменял знак, С-Б поменял знак, значит, будет на А-Б. Вот так вот. Так вот, господа, в числителе антисимметрический многочинок. Поэтому он равен вот нашему этому многочлену А-Б умножить на А-Ц умножить на В-Ц, умножить на симметрический. А в знаменателе то самое А-Б, А-Ц и В-Ц. Они сокращаются, остается симметрический многочлен. Обратите, пожалуйста, внимание, какую степень. Вот этот многочлен был четвертый степень. Это третья степень, значит, остается многочлен симметрический, причем первая степень. Любой симметрический многочлен первой степени, это А-Б-Ц умножить на какое-то конкретное число А. К-это число. Ну, замечательно. Давайте смотреть, что это за число. Для этого достаточно посмотреть на коэффициент при самой большой степени А. Значит, здесь коэффициент при самой большой степени А, это А в кубе умножить на В-Ц. Значит, здесь смотрите, здесь у нас будет А в квадрате умножить на В-Ц. Когда А куб на В-Ц делишь на А квадрат на В-Ц, получается просто А. Значит, на самом деле это число равно единице. Смысл понимаете? Вот, вопрос. Что делать, если бы здесь у нас была бы двойка, а не тройка? А очень просто. У нас был бы многочлен третьей степени, которые по вот этой теории делятся. И здесь получилось, потому что это синхронический умножающий, это просто число. А если это просто число, то надо узнать, какое. Для этого, опять, достаточно посмотреть на коэффициент. Если у нас здесь был бы квадрат, то здесь А в квадрате, В-Ц, была бы единица. Вот она, откуда берется ваша единица. А если бы здесь была меньшея степени, то тогда просто получилось бы ноль, потому что не может многочлен, здесь, здесь, сразу, у нас была бы единица. Тогда это было бы многочлен второй степени. Но чтобы многочлен второй степени делился на многочлен третьей степени, надо, чтобы частное равнялось 0. Ребят, я не знаю, поняли ли вы сейчас то, что я говорил, потому что вообще это очень важная математическая идея, и в школе этому довольно долго учат, решают разные системы уравнений, при помощи симметрических, антисимметрических, всяких штук. Это, конечно, за одно занятие не выучишь, но, 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 давайте я хотя бы примерно объясню, из-за чего возникает, из-за чего эта теорема. Вообще, как это доказать, что антисимметрические многочлены делятся на эту самую делу? А вот я докажу, что если многочлен обладает таким свойством, что при перестановке местами двух букв он меняет знак, многочлен от А, от В и еще от каких-то там других элементов, да? Так вот, представьте себе, что верно такой разница, минус Ф от В, А, Х1, Х2 и так далее, Х2, да? Я докажу, что в таком случае этот многочлен на самом деле обязан делиться на А-В. На самом деле этого хватит, потому что точно так же я с другой парой переменных получится, что он должен делиться на А-С, потом на А-Д, потом на Б-С, на Б-Д, и так далее. Вот, то есть это главное. И вот, теперь давайте подумаем, а как это можно доказать, да, я просто начинаю. То есть, в самом деле, у нас есть какой-то, ну, это доказательство состоит из отдельных слагаемых, да? Как выглядит слагаемое? А в какой-то там степени умножить на В в какой-то другой степени умножить на какое-то выражение от Х2, да? Замечательно. Теперь смотрите. Еще там будет А в этой степени умножить на В в А2, умножить на что-то такое от этих самых Х2. Так вот, смотрите, что происходит, когда у меня будет меняться А и В. У меня на самом деле вот это вот меняется с этим. Поскольку знак меняется, то на самом деле выражение должно быть такое. А в какой-то степени умножить на В в какой-то степени, минус наоборот, обязательно делится на А минус В. Если за чисел А и В взять то, которое поменьше, ну, скажем, пусть А будет больше В, то тогда можно А в В и В в В вынести, и у нас вот это выражение будет, оно вот чему равно. Это будет А в степени В умножить на В в степени В умножить на А в степени А в степени А и В делится на А и В. То есть А в квадрат минус В квадрат делится на разность, ахуд минус бхуд делится на разность, разность а в 4 и b в 4 тоже делится, это школьные формулы, это простые очевидные школьные формулы, надеюсь все помнят, да, что такое а в 4 минус b в 4, это а минус b умножить на а в кубе плюс а в квадрате b плюс а в квадрате b в кубе, ну и так далее, делаем быстрее. Вот, ну, в общем, на самом деле, то, что мы сейчас сделали, имеет самое прямое отношение к этой теории безу, но я не хочу про нее сейчас рассказывать, и давайте лучше посчитаем, что один образом я объяснил, хотя можно было это делать по-другому. Значит, господа, сейчас, сейчас нужно вот что нам с вами делать. Надо вернуться к статье Васильевна Белдумахера и посмотреть, как связаны треугольные паскалы, как связаны вот эти вот Эйвиновские крови с, вот в общем, как тебе сейчас, то, что я взял в самом начале или то, что сейчас? Ответ. Самый естественный образ, самым зубоватым, самым прямым образом, а именно я сейчас беру, вписываю сюда двоечку, а сюда вписываю четверочку. И вот для этих пяти чисел я напишу Эйвиновские крови. И вы увидите, что это будет в точности тождества, которые нам были нужны про числа в сочетании. Поехали. У меня здесь шесть чисел, поэтому будет шесть крови. Три, четыре, четыре. Пять, шесть. Ребята, нет ничего круче. Как взять ноль, из него будет единицу, двойку, тройку, четверку, пятек. Может быть, кто-нибудь мне сразу скажет, что это будет такое? Минус пять факториалов. А? Минус пять факториалов. Абсолютно верно. Поэтому я даже зря так махнулся. Это будет, вы абсолютно правильно написали, сказали, минус пять факториалов. Все понимают? Ноль минус один, ноль минус два, ноль минус три, ноль минус три, ноль минус пять. Отлично. А в следующем доминате, чтобы один факториал умножить на четыре факториала. Здесь я, пожалуй, все-таки выпишу. Это будет один минус ноль умножить на один минус два, один минус три, один минус четыре и один минус пять. Значит, господа, смотрите, вот это вот это один факториал, а это четыре факториала. Догадайте, что будет здесь. Два минус ноль, два минус один, что теперь будет? Два минус три, два минус четыре и два минус пять. Это будет со знаком минус два факториала умножить на три факториала. Понимаете, да? Что будет дальше? Три факториала умножить на два факториала. Что будет дальше? Четыре факториала умножить на один факториал. А здесь в конце будет пять. Ребята, конечно, здесь в числителе будут какие-то там степени. Ноль в какой-то там, ленинца. Да, я же понимаю. Это я все понимаю. Важно, что когда я умножу все это выражение на пять факториалов, то произойдет очень простая штука. Значит, смотрите, пишу. Я умножаю, делаю на пять факториала. Значит, единица, деленная на пять факториала. А здесь будет пять факториала. Значит, будет так. Будет, да, еще штуки. Можно я сразу минус вынесу? Дело в том, что у меня же здесь реально стоит минус один в пятой степени. Да? Минус один в пятый вынес. Здесь будет ноль факториала. Да, просто... Не ноль факториала, извините. Ноль в катый. Ноль в катый умножить на единицу. Потому что пять факториала умножить на пять факториала. Дальше, минус один в катый, когда пять факториала делишь на один факториал, или на четыре факториала, получаешь пятенку. Дальше, два в катый будет умножено на... В общем, наверное, есть такая формула. Н факториал разделить на К факториал и Н-К факториал. Это в точной степени число сочетаниями с Н в катый. Поэтому здесь у меня будет число сочетания из пяти移лилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилилили Если мы при помощи антисимметрических функций доказали, что там у нас будет, кстати, обидно, откуда все получается. Если это выражение равно единице, то соответственно у нас 5 циклеал поднимется и получится ответ минус 5 циклеал. Если это выражение равно нулю, значит 0 у нас есть 0. Если это выражение равно сумме, помните, при одном из показателей 3 была сумма. Но значит, что сумма умножится на 5 циклеал, да, это не циклеит. То есть видна очевидная связь между задачей про это и дробями, которые выражены. Хорошо. Хорошо. Ребята, сейчас давайте так. Я не хочу сейчас рассказывать про доказательства, которые у Эйгера с такими двумя простейшими дробями, потому что я немножко боюсь, что вы запутаетесь и вам окажется, что это все сложно. Давайте я лучше расскажу доказательства, с которого, собственно говоря, начинается статья Бутена, с так называемыми разностями для полного члена. А именно, есть такая теория хроничных разностей. Это интересно, на самом деле, узнать. Просто это само по себе. Вообще, как устроена статья, я уже вначале говорил, повторяю. Там одна и та же вот эта вот задача, в которой написано, используется для того, чтобы рассказать о разных отделах анимации. И, в частности, замечательно совершенно это тождество показывает, что такое разность и вообще, что с этим делать. То есть, определение. Если у нас есть любая функция, то разностью для первой функции называется следующее фразы. f от х плюс 1 минус f плюс 1. Я, насколько это определение очень важное, давайте сейчас для нескольких конкретных функций объясню, что это такое. Значит, например, если у нас f от х, это 2 в степени х. Тогда, что такое дельта f от х? Это надо взять 2 в степени х плюс 1, вычесть из этого 2 в степени х. Ну, и, между прочим, получится интересная вещь. Так что функция 2 в степени х обладает забавным способом, что ее разность равна самой этой констанции. Другой пример. Давайте в качестве функции f от х вольнем констанцию. Она во всех точках абсолютно одинаковая. Тогда что такое дельта f от х? Это надо взять c минус c, это будет 0. Следующий пример. f от х это линейная функция a x плюс b. Что такое тогда дельта f от х? Это a умножить на х плюс 1 плюс b минус a x плюс b. Надеюсь, все умеют раскрывать скобки. Получится ответ a. Не догадываетесь, почему я сейчас пойму. Какой ответ будет для функции второй степени? Это a. Если у нас есть мегащица, давайте посчитаем. f от х это a x квадрат плюс b x плюс c. Давайте посмотрим, что такое дельта f. Смотрите, это a умножить на х плюс 1 квадрат. Плюс b умножить на х плюс 1 плюс c. Минус a x квадрат минус b x минус c. Так, давайте раскрываем скобки. Видно, что c исчерпнет, b x тоже исчерпнет, а вот b останется. a x квадрат уничтожится, а вот 2 a x останется. 2 a x, очень хорошо, плюс a и плюс b. Вот оно. Моразм. Если функция многочлена, то операция дельта уничтожает степень этого многочлена на единицу. Понимаете? Давайте сейчас это докажем в общем виде. Давайте сейчас это докажем в общем виде. Ну, как это делать? Давайте просто посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте еще для третьей степени, ладно? Для третьей степени. Дельта от x в кубе. Это что такое? Это x плюс 1 в кубе минус x в кубе. То есть 3x квадрат плюс 3x плюс 1. Дальше. Что такое дельта от x в четвертой? Это надо взять x плюс 1 в четвертой минус x в четвертой. То есть 4x в кубе плюс 6x в квадрате плюс 4x плюс 1. Ребята, смысл очень простой. Когда вы берете функцию х в степени n, то для того, чтобы взять нашу самую дельку, надо х плюс 1 в n написать в качестве уменьшаемого и из этого вычесть х в степени n. Получится, понятно, что? Получится n умножить на х в n-p плюс, это бином нитон называется, это просто формула с названием бином нитон, и более черная, и более мелкая степень. Значит, смысл простой, что у вас здесь написано х плюс 1 на х плюс 1 на х плюс 1 на х, наверное, раз. Когда вы будете из каждой скобки брать х, то у меня получится как раз х в n. Если вы из всех скобок, кроме одной, возьмете х, а из одной скобки возьмете единицу, то как раз эту одну скобку, которую вы берете единицу, можно выбрать n с полосами, иначе получается такая штука. Таким образом, степень многочлена на единицу понижается. Более того, обратите внимание, вот это вот n спрыгивает, да? То есть берешь от х в n, а обнаруживается, что коэффициент умножается на n. Это было видно вот здесь вот. Помните, был нальчик второй степени, здесь коэффициент был а, а стал коэффициент 2а. Когда выбрали третий степень, то видите, то же самое, вот это тройка. То есть старший коэффициент при каждой такой операции будет умножаться на степень ныкошенности, с которым в данный момент мы имеем дело. Значит, ребят, поскольку эта вещь действительно очень важная, то я, наверное, это отможно сказать сейчас. Вот в школе очень подробно изучают арифметическую прогрессию. Что такое арифметическая прогрессия? Это последовательность, у которой дельта все время одно и то же число. Другими словами, это последовательность значений линейной функции. Но точно так же можно задать себе вопрос, изучить последовательности, у которых дельта это линейная функция. Я только что объяснил, что такие последовательности это квадратические линейные члены. Иногда их называют арифметические последовательности второй степени. Потому что также, если вас интересуют значения многочленов третьей степени, то вот эти вот разности, вот такие вот штуки, для многочлена третьей степени это будет многочлен второй степени. Для многочленов четвертой степени, для многочленов третьей степени и так далее, и так далее, и так далее. Это важная штука, это нужно понимать. Вот, теперь ближе к нашей задаче. Господа, я сейчас возьму и применю оператор дельта несколько раз подряд. Я человек-копник, поэтому давайте я возьму оператор дельта, применю, ну, например, к x2. Давайте посмотрим, что это такое. Значит, дельта от x2 у меня только что было написано, не знаю, даже я их сделаю. Это 3x2 плюс 3x плюс 1. Теперь смотрите, дельта в квадрате от x2, это что такое? Это дельта от 3x2 плюс 3x плюс 1. Господа, вы четко понимаете, что это такое. Повторим, применение оператора дельта к x2. То есть, дельта от x2, это 3x2 плюс 3x плюс 1. Применяем второй раз. Дельта от 3x2 плюс 3x плюс 1. Мы должны посчитать. Это очень просто. Это 3 умножить на x плюс 1 квадрат, плюс 3 умножить на x плюс 1 плюс 1, минус 3x2 минус 3x и минус 1. Давайте посмотрим, что это такое. Очевидно, что это 6x плюс 3 отсюда и плюс 3. То есть, получается 6x плюс 6. Отлично. Что такое взять оператор дельта 3 раз? Да очень просто. Это то же самое, что один раз взять оператор дельта от 6x плюс 6. Очевидно, получится 6, да? Потому что при увеличении x на единицы, он угрожение 1x. И что такое 4 раза взять оператор дельта от x2? Это то же самое, что дельта взять оператор дельта, это то же самое, что дельта, взять оператор дельта, и получиться можно. Так вот, оказывается, что это и есть вот эта вот должность у нас. Если мы с вами берем и многократно применяем оператор дельта, то в тот момент, когда количество применений операции стало больше, чем степень многочлена, мы обязательно получим 0. А до этого, когда количество применений равняется, мы получим факториал. Потому что, показатель, степенечное время сбрасываемся 3-жды, 2-жда, 1. А до этого, до 2-жда, а после этого будет 0. Теперь давайте рассмотреть, как же это с этим связано. В общем виде, напишу, что значит взять дельта в квадрате, что значит взять дельта в кубе, и так далее, и так далее, и так далее. Работает. То есть, что такое, дельта взять 2 раза оператор дельта в квадрате, взятая от f от x плюс 1 минус f. Смотрите. Это f от x плюс 2 минус f от x плюс 1. То есть, надо взять, вот сюда, вместо x, взять x плюс 1. И из этого надо вычесть f от x плюс 1 и f от x плюс 1. Значит, ребята, в этот момент я настаивлю на том, что формула должна быть витекать. Вот категорически, это выкнут, надо прочувствовать. Вот в любом случае, самому надо это написать. Потому что иначе вам так и будет казаться, что это фокус какой-то, что это, это нас обманул. Вот, нет. На самом деле, это никакого обмана. Абсолютно никакого обмана. Вот такая форма. Два раза применяется оператор дельта к функции f. Получается вот так. И сейчас мы сделаем три раза. Сейчас мы посмотрим, и вы увидите, насколько же это просто. Смотрите, пожалуйста. Три раза поменяется оператор. Это что значит? Это значит, надо вот к этому выражению оператор применить один раз. Потому что это выражение, это уже два раза мы его применили. Так замечательно. Пишу. Значит, смотрите, что я пишу. Здесь вот f от x плюс 2, минус 2, f от x плюс 1, и плюс f от x. Как применять оператор? Вы помните? Надо сначала везде вместо x написать x плюс 1. Получится f от x плюс 3, минус 2 раза f от x плюс 2, плюс f от x плюс 1. И после этого надо из этого вычесть, собственно говоря, само это выражение. Вычесть f от x плюс 2, вычесть, значит, вы прибавите 2 раза f от x плюс 1, и вычесть вот это, и вычесть f от x. Подводим итог, возводим итог, f от x плюс 3, минус 3 раза f от x плюс 2, плюс 3 раза f от x плюс 1, и минус f от x. Ребята, это те самые числые, которые были по скале. Я в начале занятия просил вас запомнить число 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 1. Это вот они. И главное правило образования такое же. Вы видите, как эта тройка образовалась как 2 плюс 1, и эта тройка образовалась как 2 плюс 1. Так будет в общем случае. Значит, я сейчас могу, ну, при желании я, конечно, могу ее рекондукции доказать строго, но я думаю, что любой из вас уже понял, это 9, если вы хотите сам сделать. Я пишу формулу, что значит n раз применить к функции f оператор взятия разности. Что это будет такое? Это очень просто. Смотрите, вот здесь вот 2 тройка, здесь x плюс 3, и потом вплоть до f от x. А здесь стоят число сочетания из трех к нулю, по единице, по двойке и так далее. Или, если угодно, можно из трех к нулю писать. Давайте я так пишу. Это есть число сочетания из n по n умножить на f от x плюс n минус 1. f от x плюс n минус 1. Плюс число сочетания из n по n минус 2. f от x плюс n минус 2. Плюс и так далее, и так далее, и так далее. Значит, общий вид такой. Число сочетания из n по n минус k умножить на минус 1 в k степени. Умножить на f от x плюс n минус 2. Плюс и так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до самого последнего члена. Который будет иметь вид минус 1 в степени n умножить на число сочетания из n по 0. Умножить на f от x плюс n минус n. Ну, в общем, не знаю, можно было написать после этого действия. Вот так. И что я дальше буду делать? А дальше я скажу, что я дальше. В качестве функции f от x я могу взять многочлен. k в степени, просто из степени k. Просто могу в качестве функции f взять многочлен. И если k будет меньше, чем n, то разность будет равна 0. И из-за этого у меня получит здесь 0. А если k будет равняться n, то разность будет равна n факториалу. Ну, правда, надо еще понять, откуда берется минус 1 в степени n. И вообще, откуда берется выражение вот такого типа. Ну, так давайте это поймем. Значит, вот в эту длинную форму я сейчас в качестве функции f подставлю x в степени k. Давайте посмотрим, какое получится выражение. Значит, итак, дельта, взятое n раз от функции x в степени k. Это число сочетание z по n умножить на x плюс n в степени k. Так, кстати, почему у меня здесь написано, интересно, два степеника? Можете мне объяснить? Все занятие. Двойка, а вы не взмещаетесь. А? Заснули, да? Что здесь? n. Лена, а почему вы не взмещаетесь? А, нет? Это не костоящий взмещает. Потому что это означает, что у вас критичность мышления, в общем, не сильно разрута. Знаете, это плохо. Ошибки так. Поверьте, что это не потому, что я не знал формулу, а просто описка произошла, да, но вы должны были взмещаться. Так, я все-таки буду писать дальше. Минус число сочетания z n по n-1 умножить на x плюс n-1 в кадре. Ну, и так далее, и так далее, и так далее, да? Минус, господа, у меня сейчас простое предложение. А давайте я возьму и вместо x подставлю 0. Смотрите, что у меня тогда получится. У меня здесь будет n в кадре число сочетания z n в кадре. То, что здесь надо. Правда, не будет вот этого минус 1 в n, но и бог спит. Ровно из-за этого у меня там получается n в треугольник, когда мигураторность, а здесь в апрете получается минус 1 в степени n. Это будет только лучше. Когда я сюда подставлю 0, здесь будет 1 в кадре. Как раз умножить сочетания z в кадре. Если внимательно посмотреть, то когда x равняется 0, вот эта самая штука как раз дает ровно что нужно. Если k меньше, чем n, значит 0. Если k равно n, то n факториала умноженная на минус 1 в текле, вот именно из-за этого перехода в знак. Первое из многих доказательств, которые в статье у Кутена есть, мы с вами разобрали. Теперь давайте опять вернемся к статье Леонардеева. Согласитесь, она была написана значительно раньше, чем Ажин Николай Борисович. Но, тем не менее, она достойна от того, чтобы не убрать. Эйвер, то самое тужинство с дровями, о котором я сегодня рассказывал, доказывал вот какие дровицы. При помощи простейших дровей. При помощи разложения дровей на простейшие. Поскольку этот математический аппарат очень интересен и он вполне вам доступен, то давайте я сейчас оставшиеся 20 минут потрачу на этот рассказ. Потому что другие доказательства, я просто уже не успею. Они там тоже очень интересны, но действительно успею. Я с самого начала понимал, что всегда здесь не смею забрать. Но, во-первых, когда-нибудь к этому вернемся, а во-вторых, все равно хорошо, хотя бы то, что успел. Господа, сейчас я напишу вам задачу, которая, безусловно, многим из вас уже нападалась. А кому-нибудь подалось, то это будет, сколько подалось. Найти сумму. Вы помните, ответ наизусть? Около пяти тысяч. Около пяти тысяч? Да. У вас интересное представление жизни. Дело в том, что все эти числа меньше единицы, и их девяносто девять штук. То есть, с вашей точки зрения, девяносто девять муравьев в сумме могут что-нибудь такое большое сделать, да? Нет, я не думаю, что это будет пять тысяч человек. Ребята, даже если вот эта задача единственная, что вы сегодня поняли на занятии, все равно нельзя приходить. Потому что это абсолютная классика, которую надо обязательно знать. То, что вам мне рассказали, это в школе, это хруст. Потому что это задача, которая вот, ну, из золотого фонда, что называется, да? Вот с этого надо начинать изучение, это всякие траги и так далее. Это очень простая, симпатичная, простая, действительно простая. Так что уж придумайте. Даже если вы сегодня ничего не подумали ни про отроби, ни про число сочетания, если поймете эту задачу, то уже нельзя приходить. Так что называется, надо бы с этого начинать. Я даже подумал, потому что вы это понимаете. А? Это меньше единицы, молодец, а сколько? Ну, первое, это же слово, одно и второе, а дальше, вот это шестое, можно вырезать в кадр. Одно и второе, это смотрит. Да. Следующее, как бы, третье, я смотрю, что. Молодец. А, последнее, что, как выбрать? Правильно. Одна девяносто девятая минус одна сотая. Да. Ну и в результате, да, молодец, спасибо. Правильно. Это действительно очень важная вещь. Давайте я сейчас. Кстати, вот здесь вот ничего не сходу, но в числе одна вторая не будет. Одна вторая, это на самом деле единица, а минус одна вторая. Значит, смотрите, каким равенством мы здесь пользуемся. Единица, деленная на К и на К плюс один, это К плюс один минус К, деленная на К и на К плюс один. А это есть К плюс один, деленная на К и на К плюс один, минус К, деленная на К и на К плюс один. То есть, одна К минус одна К плюс один. И вот именно это и называется. Разложить дробь на простейшие. Смотрите, здесь в знаменателе был многочлен второй степени. Здесь многочлены первой степени. Так вот, вы уже понимаете, чего я сейчас посмотрю. мы возьмем не К и К плюс один, а мы возьмем, ну, к примеру, К, К плюс один, и К плюс два. Здесь мы напишем единицу. И я хочу, чтобы вы мне эту дробь разложили на простейшие. Что значит разложить на простейшие? Это значит, нашли вы такие коэффициенты, такие конкретные числа, что будет выполнено вот такое раз. Если вы срочно привели к общему знаменателю, раскрыли все скобки и получили систему из-за огромного количества уравнений, то это неправильный способ. В смысле, он тоже приведет вас к успеху, но это совершенно не надо делать. А? Толгий способ. Да. Этот способ очень долгий и совершенно неинтересный. Это все делается красиво. Вообще, математика, наука красивая. Мне очень многие вещи можно сделать. Все очень легко. я умножу на k, на k плюс 1, и на k плюс 2. Получится следующее, что а умножить на k плюс 1, на k плюс 2, плюс b умножить на k, и на k плюс 2, плюс гамм умножить на k, и на k плюс 1. и на k плюс 2. Значит, смотрите, это должно быть то же, то есть, какое k не возьми, это равенство должно выполняться. Так вот, давайте подставим туда, в качестве k, 0, минус 1, и минус 0. И посмотрим, для каждого из этих значений, что же у нас получится. Вот смотрите, когда k мы подставляем 0, то здесь будет 0, здесь будет тоже 0. и это значит, что получится замечательное равенство. Единица это альфа умножить на 2, альфа умножить на 2, альфа умножить на 2. Альфа умножить на 1, альфа умножить на 2. Хорошо, пишу сюда, пишу сюда, 1, 2. Хорошо, минус 1 вставляем. Вот это 0, это тоже 0, а здесь у меня получает минус 1 умножить на 2 минус 1. Минус 1. Единица это минус b. Поэтому я здесь пишу минус, а сюда минус. Так, гамма, вставляем минус 2. Здесь 0, здесь 0. Здесь получается минус 2 умножить на минус 1. Господа, 1 единица это гамма может добавить. Получается 1 вторая. Видите, как показывается вопрос. Мы сумели разложить вот такое вот хитрое выражение, где в знаменателе, заметьте, мы выражаем третьей степени в виде простейших граммей. Леонард Эйдер понял, что ровно то же самое можно сделать не только для вот этого выражения, но и для любого выражения следующего ожидания. Давайте я сейчас аккуратно смешу. Кстати, для всяких суммирований это все можно применять, сейчас не хочется отвлекаться, но вообще простейшие дроби когда будете студентами будет интеграл считать, там тоже все время в простейшие дроби раскладывают. То есть это такая важная математическая идея. Итак, берем дробь следующего вида. Единица деленная на х-а х-в х-с ну давайте обрешу еще х-д д вот давайте думать какие здесь будут знаменатели и какие числители. А очень просто х-а будет знаменателем, другой знаменателем будет х-в а b cd это конкретное число. Еще будет знаменатель х-с и еще будет знаменатель х-д наша с вами цель представить вот такую дробь замените я даже беру не для трех а для четырех в виде следующей суммы где вот это какие-то числа альфа бета гамма д какие-то конкретные числа как мы можем найти альфа бета гамма д ответ это так же как только что надо все умножить на x-a x-b x-c x-d и получится такой раз альфа умножить на x-b x-c x-d плюс бета умножить на x-a x-b x-c x-d да дальше гамма умножить на x-a умножить на x-a x-b и x-c как находить альфа взять и подставить вместо x-a смотрите это будет 0 это будет 0 это будет 0 и мы получаем замечательный ответ альфа это единица деленная на а-б а-с и а-д все пишу вот сюда единица а здесь у меня дописывается а-б а-с а-д вы понимаете что дальше будет так же вот и все вот и все ребят здесь единица здесь будет x-b да смотрите это будет b-a b-c b-d b-c вместо гамм единица а здесь будет c-a c-b c-d и здесь вместо d до единицы, а здесь d-a, d-b, d-c. И смотрите, что сейчас произойдет. Сейчас я возьму и вот эти четыре слагаем и отправлю все в левую часть. Тогда в правой части у меня будет 0, а в левой части будет замечательная штучка. Смотрите, у меня вот в этом месте можно отменять местами x и a, тогда будет e+. В этом месте x и b, x и c, x и d. И у меня получится ровно такое выражение, с которого мы сегодня начали продвинуть. Понимаете, да? То есть x только что был переменной, которая по роли полностью отличалась от x, x, y, c, d. А когда я их перенесу налево, и здесь в каждой зископе с x, он поменяю местами, то ролик x станет абсолютно рядовой. Это из переменной будет разжаловано самая обычная. Такие же, как все числи. Поняли? Таким образом, ну я, конечно, не доказал, что дробь всегда можно разложить на простейшее, но, в общем, это правда. Теперь вопрос, а что делать, если у меня в числителе будут не единицы, а что-нибудь такое другое? Да ничего, такого сложного. Господа, мы просто могли на простейшей дроби разлагать не вот такую пункцию, а на самом x. Тогда легко посмотреть, что у нас здесь будет. У нас когда здесь будет у меня единица а x, а мы же каждый раз представляли там, чтобы найти альфа, мы представляем x равно а. Тогда, соответственно, здесь у нас будет число а. И, соответственно, здесь получится а, здесь у нас получится b, здесь c, и здесь получится d. А если x квадрат, то точно так же здесь у нас будет x квадрат, и тут получится все квадраты и так далее. То есть, пожалуйста, а с некоторого момента там будет так, Там уже, когда степень станет, скажем, равна, то уже нельзя будет предстоять сумму простейшего, надо будет еще единичку отдельно, да? То есть с какого-то момента там будет не просто троги, но еще и плюс многочленов. И за счет этого будут получаться все другие ответы. Значит, ну, ребят, смотрите, смотрите, о чем я еще сегодня не рассказал. Я не рассказал вам о том, я, собственно, начинал с этой разноски и сейчас скажу, о том, что такое интерграционная формула благополучия. Не рассказал, и как это связано с нашими проживаниями. Я не рассказал вам о том, что такое производное многочленное, что такое его кратный год, и как это связано с этим. не рассказал о том, что такое степенные ряды и экспоненты, и как это связано с нашими проживаниями. Так что долгов у меня еще много, но, в общем, все, на сомнении не надеюсь успеть это все. Всего хорошего, молодцы, мы сегодня много успеем. Спасибо.